Друзья, привет! Сегодня у нас очень актуальная тема для большинства из нас, я просто уверен. Сегодня я дам буквально раз, два, три, несколько советов, как использовать, как задекорировать окно на маленькой кухне. Какая бы у нас кухня ни была, у нас нам всегда мало на ней пространства, и нам хочется использовать ее по максимуму, тем более, если она у вас небольшая, и вам нужно сохранить, допустим, доступ к подоконнику как дополнительной рабочей поверхности. Что для этого нужно? Ну, первое, я бы рассмотрел как вариант, если все-таки хочется задекорировать пространство, чтобы оно выглядело и красиво, и вкусно, и сочно, и при этом было функционально, конечно, наше решение – это подъемные механизмы. Что сюда входит? В первую очередь, конечно, это римская штора, если у вас современный, либо классический интерьер, да, и вам хочется добавить какой-то рисунка. Второе – это всевозможные австрийские шторы. Я вас подготовил несколько эскизов, чтобы вам было понятнее. В данном случае, вот, пожалуйста, римская штора. Вот так она находится на окне. Видите, доступ есть. Можно на любой уровень ее поднять. По виду она может быть любая, да, ткань подбирается и любая по прозрачности. Захотели, задекорировали. В данном случае, видите, вот вставки выделены коричневым цветом, который очень хорошо подходит под столечницу, под стулья и так далее. Либо это, допустим, австрийская штора. Это уже все-таки больше такой, ну, я бы сказал, классический вариант, когда у вас снизу есть вот такие вот складочки. В данном случае, видите, да, то есть настолько использовано грамотное пространство, что до подоконника вот такая штора и вплотную стоит диван с сидячими местами. Ничего не пропадает. Очень классно. Значит, для некоторых, скажу сразу, да, в принципе, даже нет необходимости на кухне закрываться, потому что, наоборот, как правило, на кухне не хватает солнечного света и хочется как можно больше света. Тогда, ну, хочется просто задекорировать. Тогда такое решение, что мы можем сделать либо вообще не рабочую штору, римскую штору, зафиксировать ее на любом уровне и, допустим, использовать уже неподъемный механизм, обыкновенный лип, зафиксировали штору. Она у нас не рабочая, не подъемная, но выглядит как римская, очень красиво, очень классно. Либо, как вариант, мы можем просто оформить сверху верхним элементом, любым верхним элементом, в зависимости от вашего интерьера, от вашего стиля. Это может быть, допустим, как жесткое бондо, которое очень хорошо подойдет, и, не знаю, какой-нибудь арт-декошный интерьер, современный, если мы его сделаем просто ровно, да, не будем здесь вот делать такую конфигурацию. Если у вас классический вариант, это еще лучше, потому что очень много вариантов оформления верхней части есть. Это могут быть вот такие, 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 со всякими, не знаю, там и рюшечками, со всем чем угодно. И дополнить, пожалуйста, если вам, допустим, все-таки нужен функционал, вот, например, как здесь нарисовано, у вас, видите, на фрамугах сделаны рулонные шторы, они в подъемном состоянии, да, не очень хорошо видно, но рулонная штора на фрамуге – это решение именно функционала. Вы подбираете ткань, которая вам нужна по светопрозрачности, хоть блэкаут, и вы можете тем самым опустить рулонные шторы, у вас будет темно и задекорировано, и, мне кажется, все проблемы решены. Значит, ну и, конечно, давайте поговорим сейчас о механизмах, которые нам необходимы как раз для функционала. Сразу оговорюсь, что эти механизмы могут быть как дополнением к шторам, да, допустим, к той же самой римской шторе, австрийской шторе, там, французской, так и отдельным элементам. Если у вас минимализм или современный какой-нибудь, какой-нибудь современный интерьер, то очень хорошо подойдут плессированные или рулонные шторы. Грамотно только можно подобрать фактуру ткани. Вот смотрите, допустим, как выглядит плессированная штора. Можете закрепить ее как в проем, так и на раму. Это ваше решение. Если вы закрепляете на раму, не бойтесь. Вот видите, у них есть специальные направляющие, которые не дают возможность ходить влево-вправо. Вы даже можете пользоваться спокойно окном, открывать, закрывать, наклонять его. Видите, штора зафиксирована и очень хорошо держится. Она вообще не седает никакого пространства. Притом, более того, например, данная модель, видите, она открывается как сверху, так и снизу. Мне кажется, очень классное решение, когда вам хочется, чтобы у вас внизу не было, да, там, никакие взгляды вас не доставали, и был небольшой тенек, а сверху поступал солнечный свет на потолок, на верхнюю часть комнаты и давал такой мягкий, хороший, яркий свет. Ну, идеальное решение. Либо вы можете вообще убрать и тем самым оставить окно полностью свободным, это очень актуально для маленького помещения. Ну и, конечно, рулонные шторы. Это, вот, смотрите, сразу хочу сказать, что это не такие вот синтетические, не знаю, там, пластиковые шторы. Есть очень много классных, вот сейчас предлагают нам производители тканей. Смотрите, какая мягкая, какая приятная на ощупь, полупрозрачная, с имитацией вот шерсти, там, льна. Вот они такие вот меланжевые, красивые. Есть разных расцветок, вы можете подобрать под себя и более светлый, и более темный, вплоть до черных, вот таких темно-серых цветов. Вот, опять же, очень хорошо подойдут современные интерьеры. Вот, тот же самый лофт. Ну, смотрите, просто шикарно. Очень, я считаю, что это, в принципе, очень бюджетно, очень декоративно. При этом, при всем, можно выбрать красивый нижний отвес, нижнюю планку и сделать очень уютную, хорошую кухню. Ну, а для тех хозяек, которые действительно ценят уют, и вот им нужно привнести все-таки немножко декоративности, немножко какой-то красоты, и они готовы, может быть, даже на какие-то смелые решения, я бы посоветовал использовать яркие ткани. Не бойтесь этого, да, все-таки маленькая кухня, маленькие радости, можно себе позволить. Вот, если у вас, допустим, есть небольшое окно, есть очень много тканей сейчас кухонной тематики, да, если вам не нравится кухонная тематика, можно использовать растительность, геометрию, современное, все что угодно. Но в данном случае, смотрите, какое классное решение. Римская штора с принтом тарелочек, полку с тарелочками. Тем самым вы даже расширяете пространство, да, у вас визуально, как будто там не просто окно, да, если вы закроете, у вас целая полка с красивейшими тарелками, вот как это выглядит в объеме. Ну, мне кажется, просто фантастически, вот кто хочет добавить немножко характера в кухню, немножко уюта, действительно, очень хорошее решение. Ну, вот, наверное, и все, те рекомендации, которые мы можем дать, а так не бойтесь экспериментировать. Если вам понравились мои рекомендации, ставьте лайк, подписывайтесь. Все, пока!